Я учусь на ИМЭБе РУДН по направлению Международной Финансы и Банки и занимаюсь исследованиями технологий блокчейн и биткоина, о чем мы сегодня будем с вами разговаривать. Поговорим немного о текущем положении дел на этом рынке. На сегодняшний день инвестиции составляют примерно 1 миллиард долларов, которые направлены к более чем 22 ведущих стартапам в этой области. С помощью биткоина принимаются пожертвования Википедией, различными государствами, всем известные Викиликс, они все принимают пожертвования в виде криптовалют. Объем финансирования стартапов в первом квартале 2015 года на 51% больше, чем в том же квартале 2014 года. Крупнейший подрез биткоина власти США. Биткоин принимается к оплате Microsoft, Dell, Красный Крест, Greenpeace, национальная авиакомпания Литвы, в том числе IBM компания занимается. И плюс уже существует множество, это так, отсылка различных заведений общепита, кафе, рестораны в Нидерланде в том числе, которые принимают открыто криптовалюту в расчет по чекам. Университет Нью-Йорка и университет Дьюка добавили в свои программы уже курсы по изучению биткоина. То есть это уже идет по академическому направлению. Теперь давайте объяснить, что же такое криптовалюта. Криптовалюта это расчетная система, построенная на математических принципах, которая по своей сути децентрализована. Эта валюта не имеет основного общего имитента и распространяется так называемыми майнерами, о которых мы поговорим в дальнейшем. Биткоин не является организацией, он не является компанией, он не является финансовой пирамидой, он не является каким-либо способом заработка и это не является исследовательским каким-то институтом, изначально поставившим академическую цель. Биткоин является технологией, протоколом, это программное обеспечение, то есть у него есть ряд платформ, которые предоставляют работу по этой технологии. Это платежная система, с точностью можно назвать платежной системой. И наименование монет FPS, ну это значит, что технология биткоин является цифровой, ну об этом тоже мы поговорим в дальнейшем. И свойства можно выделить, они осуществляют электронные платежи, это, как я уже говорил, децентрализованная сеть, нет исключенной возможности влияния на транзакции со сторонними пользователями, анонимность, псевдонимность и дефицционная модель. Сейчас об этом, о последних двух пунктах я скажу поподробнее. Анонимность, это, смотрите, система построена на блокчейн. Это говорит о том, что есть общая база данных, доступ к которой имеется для каждого пользователя. Центрального пользователя или пользователя с наибольшей возможностью влияния на систему просто нет. Эта система распределяется среди всех пользователей. Все транзакции абсолютно и точно известны каждому пользователю, но псевдонимность, слово нам говорит о том, что мы не можем конкретно сказать, что за физическое лицо или юридическое стоит за той или иной транзакции. Мы видим транзакции, мы видим полный объем транзакций, совершенную за всю историю 2009 года, если мы говорим о биткоине. Но мы не знаем конкретно, кто провел транзакцию. То есть это говорит о том, что процесс может быть регулирован, но для этого должно быть направлено очень большое количество усилий со стороны, конечно, государственной власти. Плюсы биткоина – это отсутствие комиссии. Она, конечно, со временем будет расти, но это ничтожно. Это будет коррелироваться с дефляционными процессами этой валюты. Но это даже не стоит брать в учет. Микроплатежи. Уже есть так называемая практика пир-ту-пир кредитования, пир-ту-пир. То есть пирами называют конкретно людей, которые сидят в этой базе данных и предоставляют конкретную цепочку. То есть уже есть компании, уже есть стартапы, которые обеспечивают кредитование для людей. То есть люди могут сами друг другу выдавать кредит, минуя банковскую систему. Так называемый донат и благотворительность. То есть уже множество благотворительных процессов происходит через криптовалюту. Более того, я совершал лично, я покупал какие-то мелочи через интернет и уже оплачивал это криптовалютой. То есть я прошел в кошелек, у меня есть кошелек Киви, я в него положил деньги и через, ну опять же, какой-то стартап был в этом задействован, автоматически валюта была перенаправлена в биткоин. То есть я заплатил рублями, а человек получил биткоин. Это уже сейчас. Отсутствие санкций регулирования третьими лицами. Как я уже говорил, не существует центрального эмитента. Прозрачность транзакций, смарт-контракты. Это очень интересно. На самом деле, сделаю отсылку назад. Биткоин – это первая платформа, возникшая в мире, с помощью которой мир узнал о возможности и существовании технологии блокчейна. То есть биткоин – это первая платформа, которая работает на технологии блокчейна. Но люди, программисты, экономисты стали понимать со временем, насколько широк круг применения этой технологии. Смарт-контракты, так называемые умные контракты, это уже юридическое поле. То есть смотрите, какая ситуация у нас сейчас. Мы можем, допустим, два юридических субъекта заключают тот или иной контракт. И они могут бесконечно оговаривать условия, могут ставить подписи, могут говорить о каких-то нюансах, но в конечном счете может оказаться так, что, допустим, продукт поставлен, а человек говорит – подпись не моя. Дальше суд, дальше какие-то санкции, куча времени, куча всего подобного. Есть уже куча стартапов, которые предоставляют услуги по смарт-контракту. То есть два человека соглашаются, что наша сделка осуществляется в рамках блокчейн-технологии. Мы выбираем криптовалюту в рамках этой блокчейн-технологии, чаще всего это, конечно, биткоин. Люди вводят определенное количество конкретных денежных средств, рубли, доллары, неважно, вводят их переводки в биткоины. И заключают в рамках какого-то из стартапов по смарт-контракту сделку, в которой математически оговариваются санкции. То есть, грубо говоря, оговаривается дата, оговаривается объем денежных средств, объем предоставленных услуг или иных средств. И программа сама контролирует и производит эту сделку по истечению срок. То есть, в людей не будет возможности применить какие-то в дальнейшем юридические рычаги, потому что все изначально было оговорено и все решит математика. Потому что есть платформа, которая в конечном счете которую не оспоришь. И ты уже знаешь, что ты перевел эти деньги в биткоин, и ты не можешь никак повлиять. То есть, у тебя деньги из кармана будут изъяты, если ты выполнишь, не выполнишь, ну... Приватность. Ну, о приватности мы говорили. Сокращение издержек на инфраструктуру, пересеку и хранение. Ну, сокращение издержек это отдельная тема. Мы об этом поговорим чуть позже, в следующей презентации. Но так называемые транзакционные издержки, это одна из ключных проблем, которые пытаются решить новую институциональную теорию экономики. И именно эту проблему решает технология блокчейна. Ну, конечно же, есть минусы. Так называемая необлюдаемая экономика будет более активно жить. Ну, опять же, с этим я бы поспорил. До сих пор, пока у нас есть наличные деньги, конкретно наличные деньги в обороте, люди будут уходить в теневую экономику, те, кто изначально это запланировал. Мы же не можем себе представить, что сидит в средних лет семьянин и говорит, знаете, вот появилась технология новая, пойду к этому, продавай запрещенные вещества. Нет, всегда. Я сторонник того мнения, что теневая экономика имеет стандартизированные объемы. И технологии, ну, вряд ли заставят ее расти. То есть, это уже как бы речь о неблагополучных и благополучных экономиках. Анонимность, уход от налогов, новые схемы отмывания денег, невозможность замазки счетов, невозможность установки транзакций, все деньги ставят грязными, тоже сомнительное утверждение, но так или иначе. Риски волатильности, затраты на адаптацию. Ну, смотрите, тут такое дело, действительно, самый большой барьер, который не дает нам перейти по масштабному использованию технологии. Это прежде всего человеческий фактор. А именно, чтобы пользоваться этой технологией, нужен достаточно мощный компьютер, потому что, смотрите, тут у нас такая ситуация, хранить деньги под подушкой или в банке, под подушкой или в банке. То есть, в данном случае, чтобы деньги у тебя были под подушкой, тебе нужно конкретное программное обеспечение, тебе нужен конкретно мощный компьютер. У меня достаточно мощный персональный компьютер, но чтобы скачать весь блок истории блокчейн по биткоину, мне понадобилось две недели. И, соответственно, чтобы провалить и пользоваться транзакциями, ты должен пользоваться именно этой программой, ты должен хранить биткоин на самом компьютере. Конечно, есть множество бирж, так называемых биткоин-банков, которые предоставляют услуги по хранению. Но уже было множество прецедентов, когда деньги были оттуда выделены, украдены, и их невозможно достанавливать. И это не говорит о слабости технологии, это говорит о том, что люди доверены непроверенным стартапам восприятия. Теперь поговорим о глупчейн. Это последовательный набор блоков транзакций, где каждый блок ссылается на предыдущие. Все это, конечно же, описано и задано математически. Распределенная общедоступная учетная книга истории всех транзакций. Грубо говоря, мы можем не знать, что за человек. То есть нам, скажем так, субъекту очень трудно будет доказать действия со стороны того или иного объекта. Но в случае какого-то юридического разбирательства этот объект очень легко сможет доказать свои действия. Потому что весь блокчейн основывается математически на основе криптографии. Это вся криптографическая система. Мы вот помним и НИГМУ. Это кульминация всей науки в блокчейне. Но человек, которому нужно будет доказать, что, допустим, те или иные деньги принадлежат ему, та или иная операция была совершена, то он может просто предоставить цифры, которые и будут. Этот код будет доказательством того, что та или иная транзакция совершалась именно им. Но обозначить, угадать и указать, что тот человек конкретный произвел ту конкретную транзакцию, уже будет струнительно. Вот немножечко фактов, касаемых практики применения уже сегодня. Файлбанк Германии работает с криптовалютами, имеет официальную криптобиржу Crypto.com и Bitcoin.de. JP Morgan Chase, банк США, все его знают, наверное, заявили о своем желании создать собственную криптовалюту. Кстати говоря, подобное желание изъявили и в России. Но это пока на уровне теории. UBS банк в Шрицарии и Банк of New York Melanchor изучают перспективы интеграции с блокчейном. Наверное, многие слышали о разговорах со стороны Германа Грефа по поводу блокчейн-технологий. Если нет, то у Сбербанка CPT Venture Capital, дочерняя компания фонд Сбербанка, заявил о заинтересованности биткоина и блокчейна. Вообще существуют уже международные консорции в блокчейн, в которые Сбербанк в том числе наряду с IBM и Microsoft уже входит. То есть уже есть попытки интеграции. Но они пока не разглашаются, они пока внутри компании, и мы не можем пока с точностью сказать, что конкретно происходит, но банк очень плотно работает в этом ключе. Правительство Англии выделило, например, фунтов на исследование виртуальных валют. И, кстати говоря, в некоторой степени эпохальное событие уже имело место быть. Недавно, я не буду утверждать точную дату, но это было месяца два назад. Банк Австралии, Центральный банк Австралии, уже провел сделку на около 30 тысяч австралийских долларов по продаже хлопка. И сделка была проведена исключительно в системе блокчейна. В России, если мы говорим о российском законодательстве и вообще, что происходит касаемо криптовалюты в России, до недавних пор это считалось суррогатом, это называлось также финансовой пирамидой, но относительно недавнего постановления, недавнее постановление криптовалюты было, в принципе, амнистировано, и всем разрешили ей пользоваться. Но, тем не менее, есть факторы, которые печальны. Количество операций в России имеет тенденцию так или иначе сокращаться. То есть это, в первую очередь, связано... Я наблюдаю, на самом деле, за курсом криптовалют, но это очень трудно сказать, что конкретно происходит в России, но есть мнение, что отток и приток количества операций были связаны, в том числе, с законом мировой, тоже вот курс немножечко количества транзакций просела, ну и прочими вещами, которые... инициативами, которые исходят из государственных аппаратов, соответственно, люди просто болятся, потому что недавно обещали до семи лет в колонии за использование этой криптовалюты. Нужно понимать, что все самые передовые, самые технологичные стартапы в этой области юридически находятся не в России. Соответственно, это отток мозгов, отток айти-специалистов и прочее, и десятые. Ну, как бы, есть альтернативная, очень известная валюта Ethereum, ее создатель Веталик Бутерри, это человек российского происхождения, он живет сейчас в Канаде, он, будучи 12-14-летним подростком, будет следитья в Канаду, и сейчас там осуществляется будет деятельность. Его, эта валюта Ethereum является одной из самых перспективных. Что интересно, вообще система блокчейна, она не может работать, так или иначе, минуя оценочный фактор. Попытаюсь объяснить. То есть, там, где есть стартап по блокчейну, так или иначе, он должен иметь то или иное валютное выражение, если мы, например, полноценным масштабно работающим платформам. А именно, то есть, если это какой-то стартап, который предоставляет услуги по умным контрактам, то эти умные контракты не обязательно могут быть оценены в биткоинах. Вдруг компания может захотеть взять и ввести свою валюту, и ввести расчеты в своей валюте. Так делают Ethereum. У них, помимо множества услуг, которые юридически, в том числе, они предоставляют, они создали свою валюту, которая называется Ethereum, как пробный Ethereum. И все транзакции, которые происходят в системе блокчейн по Ethereum, все расчеты, весь учет ведется непосредственно в их созданной валюте. Говоря о технологиях блокчейн и криптовалютах в частности, я посчитал логичным и целесообразным рассказать о академических предпосылках и о неких обоснованиях, которые оправдывают существование этой блокчейн-технологии. Начнем мы с институциональной экономики. Она изучает влияние социальных институтов, таких государств, права, мораль, традиции на принятие экономических решений тем или иным индивидуам. Основоположник Торресен Лэблин в рыночной экономике потребителей он считал, что в рыночной экономике потребителей подвергаются различным сторонним внешним воздействиям, которые влияют на его выбор, который не всегда можно назвать рациональным. Он ввел понятие демонстративное потребление, в последующем времени в академической среде это называли эффектом Лэблина. И он в своем труде говорил о теории праздного класса. Именно демонстративное потребление, ну, это, наверное, всем известно, что когда человек не анализирует свои потребности и совершает покупку, а анализирует отношение общества к той или иной покупке и совершает ту или иную покупку, исходя из того, как относится к тому общества, соответственно. Термин институтальная экономика был вообще впервые введен в 1919 году от Ромхаммедовым. Его труд приведен здесь. Это очень, один из ключевых трудов, которые дали нам понимание вообще экономики. То, что интересно, и вообще я сторонник, глубокий сторонник этого мнения, он отрицал вообще существование иррационального человека по данному слуху, то есть он называл человека экономическим, который руководился исключительно полезностью, он ввел различные факторы, которые опровергают теорию классическую и неоплассическую последствия. Далее новая институтальная экономика конкретизировала все постулаты институциональной экономики и она теперь говорит о том, что социальные институты имеют значение, это уже было сказано, социальные институты подавляют с анализ с помощью стандарта инструментов экономической теории, то есть проще говоря, раньше экономика анализировала цифры и конкретно задаваемые модели, а теперь нам говорят, давайте мы сначала будем наблюдать, что происходит, а потом анализируем. анализирует трансляционные издержки, права собственности, контрактные и агентские отношения. Рональд Коус в своем труде природой фирмы 1937 года впервые заговорил о так называемых трансляционных издержках и дал миру общее понимание этот термин. Рональд Коус лауреат Нобелевская премия по экономике 1991 года и точная формулировка звучит за открытие и прояснение точного смысла транзакционных издержек и права собственности в институциональной структуре и функционированной экономики. Транзакционные издержки это именно издержки сбора и обработки информации, издержки проведения переговоров принятия решений, издержки контроля, издержки юридической защиты и выполнение контракта пользованием рынка. Какие могут быть ситуации? Допустим, не всегда экономика проходит в белом ключе. Иногда имеют место быть конверты зарплатные и прочие различные элементы. Тем не менее, бухгалтерский учет все еще существует и нам нужно где-то цифры какие-то указы. Это дополнительные возникают издержки. Тебе нужно как-то провести эти средства через бухгалтерию, тебе нужно объяснить, что делать бухгалтеру, тебе нужно вообще, если в деньгах измерить время, которое на это уходит, на дополнительные неэкономические цели. Это и есть транзакционные издержки. Транзакционные издержки это в принципе бюрократия, это все вещи, которые экономически нецелесообразны, но их можно оценить денежным эквивалентом. Термин новая институциональная экономика был введен в научный оборот Оливером Улинсоном, он в том числе и лауреат Норвелевской премии. По сравнению с неоклассической теорией новая институциональная экономика вводит новый класс ограничений обусловленных институциональной структурой общества и ислужащих поле индивидуального выбора, а именно поведенческие предпосылки, ограниченная рациональность и оппортунистическое поведение это вот то, чем отличается институциональная экономика, которая говорила, что человек нерациональный. То в новой институциональной экономике у нас добавилась конкретизация в виде ограниченной рациональности и оппортунистического поведения. Первая предпосылка говорит, что человек может совершать выбор в условиях ограниченной информации. То есть это уже вот это направление, им чаще всего конечно же занимаются психологом, то есть они пытаются понять, как человек в ограниченных условиях принимает решение. И вторая предпосылка. Это на самом деле очень важно. Раньше, когда проводили люди экономический анализ, они это просто списывали на погрешность, а на самом деле погрешность можно оценить. Преследование собственного интереса, доходящего до вероломства перевод в английский. То есть возможность нарушения контракта. То есть опять же совершена сделка. Это сопроведено через бухгалтерию. Вы поставили товар, но вам не заплатили. И человек приходит в суд и говорит «Это не моя роспись, я не расписывался, товар не получал». И дает встречный иск. Это и есть оппортунистическое поведение. Это и есть в дальнейшем куча транзакционных издержек. это и есть нерациональная экономика. Классическая школа предполагает, что рынок действует в условиях совершенной конкуренции, а отклонение от него характеризует как провал рынка, то, о чем мы только что говорили, и возлагает в таких случаях надежды на государство. Представители же нероклассической теории института указывают, что государство также не обладает полной информацией и не имеет теоретической возможности ликвидации транзакционных издержек. То есть, опять же, человеческий фактор. То есть, новая инфекциональная экономика занимается анализом человеческого фактора. Она говорит, что не всегда экономические инструменты, которые у нас есть на сегодня, могут решить актуальный вопрос нам нужно изучить, то есть, конкретно макроэкономическую конъюнктуру, микроэкономическую, и после этого принимать те или иные решения. Вообще, хотелось бы сказать, прежде всего, что за последние десятилетия Нобелевскую премию, как правило, так или иначе, получают люди, которые связаны или придерживаются или в их трудах содержатся в приступат инфекциональной экономикой. В этом году, в 2016, получили премию два ученых, Ольга Харт и Беннед Хольстен за вклад в объяснение и развитие теории контракта. Теория контракта вписывает поведение агента в условиях неполной информации, высоких транзакционных издержек и нестабильной внешней среды. Классическая проблема назначения компенсации различным группам сотрудников. То есть, как мы можем оценить труд человека, как мы можем оценить его усилия в рамках той или иной конъюнктуры. То есть, грубо говоря, возможно, какая-то операция рулит легко, но транзакционные издержки усложняют это. И, возможно, у нас недостаточно информации, чтобы осенить транзакционные издержки для того или иного сотрудника. Как он назначил его зарплату? Теория контрактов это расширение неоклассической теории. Опять же, это такой нюанс. То есть, это не последствия институциональной экономики, а это уже неоклассическая. Но сейчас об этом чуть позже. Теория контрактов расширения неоклассической экономики. То есть, она полагает, что экономические агенты рациональны, система стремится к равновесию, а агенты широко пользуются теорией игр. Тоже очень важно. Мы говорим о случайных числах. То есть, академически оправданных случайных числах. Но взаимоотношения между ними гораздо сложнее, чем в равных моделях. То есть, грубо говоря, нам очень скользко дают понять, что, возможно, мы скоро откажемся от этой теории, и следующая мобильская премьера будет получена в институциональной экономике. То есть, грубо говоря, это спор айца и курица. То есть, мы говорим человек рационален, но все гораздо более сложно для нашего понимания. Мы тут не понимаем ничего, но все сложно. Теория контрактов рассматривает ситуации, приближенные к жизни. Например, агенты обладают разной информацией, могут нечестно конкурировать, сами контракты не полностью описывают взаимоотношения агентов, а их заключение относительно затратной процедуры. Классическая задача контрактов, как лучше всего определять размер выплат заработных плат. Я лично придерживаюсь версии, что человек нерационален. Просто изначально от этого легче отталкиваться и делать анализ. Но это сложнее. Я считаю, что уже академическая экономика пришла к тому, что мы не можем рационально оценить массу. Мы можем рационально оценить, допустим, маркетинг в той или иной сфере, мы можем рационально оценить тот или иной финансовый продукт, но мы не можем рационально оценить весь маркетинг, и не можем рационально оценить все финансы, потому что человеческий фактор он всегда будет, он всегда будет меняться, человек всегда будет менять свои решения, и они всегда, эти решения будут зависеть от внешних факторов. Поэтому каждый анализ устаревает просто с сегодня на завтра. И говорить о том, что мы можем с точностью провалить какую-то экономическую оценку тем или иным событиям, но только разве что сравнивая с предыдущими событиями и делая такой анализ через историческую перспективу, но только разве что так. И к чему вообще вся эта презентация, если мы начали говорить изначально о блокчейн-технологии? Дело в том, что блокчейн-технологии решает, по сути, все перечисленные проблемы. То есть все, о чем эта презентация, это теория, это попытка предоставить нам осознание того, что сейчас происходит. То есть лучшие умы трудятся для того, чтобы очевидные вещи нам долбить в голову, чтобы мы начали это осознавать. А блокчейн-технология, она просто делает это математически. То есть оппортунистическое поведение исключается просто автоматически. То есть умные контракты не позволяют людям передумать условия сделки и нарушить контракт. В условиях ограниченной рациональности, ограниченного выбора, ну в принципе здесь он всегда будет в общем-то ограничен. Но статистические нюансы, они налицо. То есть, допустим, мы анализируем волатильность курса биткоина, то перед нами есть абсолютно достоверные данные. Они единичны, они не централизованы и они не могут подтасовываться или как-то меняться. Грубо говоря, человек, любой субъект экономики может провести личный анализ именно того, что его интересует. И быть уверенным, что данные, которые он анализил, полностью релевантны. Они полностью объективны и они не могут быть изменены. Создатель биткоина, Стоши Накамото, ну это его псевдоним, никто не знает, кто это на самом деле до сих пор. Он создал первую цепочку блоков, блокчейн через биткоинов. И эта валюта, она существует до сих пор, корт неизменен. И до сих пор, вот сколько прошло времени, с 2009 года, нет ни одного прецедента взлома системы. Были прецеденты взлома криптовалютных бирж, но это просто вина разработчиков этих бирж. То есть они неправильно пользовались блокчейном, неправильно предоставляли услуги и в итоге потерпели поражение. Но за всю историю этой технологии еще она ни разу никого не подвела. И дело в том, что озабоченность многих государств этой системы связана прежде всего, что, я уже говорил, есть так называемое peer-to-peer кредитование, то есть, грубо говоря, первичные средства для бизнеса, какие-то инвестиционные программы, люди могут уже осуществить, минуя такие институты, как банки, государства и прочее. То есть люди получили возможность договариваться напрямую между собой. Теперь у людей нет необходимости делать какую-то нотариальную заверенность. Это все автоматически отпадает. Бухгалтерия, в принципе, не нужна. Потому что теперь нужно просто, как бы, уже существует, может, стартап по бухгалтерии блокчейн. Просто этим не пользуются, потому что прежде всего мешают регуляторы тех или иных государств. В России уже, как бы, отказались от регулирования, но регулировать нечего. Все уже уехали из Силиконовой долины и там разрабатывают свои идеи. Поэтому стоит только лишь надеяться на то, что в ближайшем будущем все изменится, и такие институты, как государство и общество договорятся, и контракты больше нарушаться никуда не будут. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.